Снимаются все маски и голограммы. Фантом пристает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Она вышла, у нее по горло. Я не пойму, как сосуд какой-то. Она вверх поднимает, чтобы не задохнуть. То ли вода, то ли что-то, что ей мешает. Хорошо. Защищаем ее физический биоробот с защитным потоком и чистой энергии Абсолюта. Берем Ларису в защитный скафандр на время работы с тонкими телами и вместе с тонкой копией Ларисы поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо. Мы приветствуем Ларису, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам в своей биополе на период сеанса. Она кивает, но на шее тянет. Ей трудно. Это сосуд этот, да? Да, он такой, как торфер какой-то сосуд. Закрывает полностью ее. И на руках, и на ногах у нее еще что-то. Поправь чуть-чуть, микрофон у тебя прерывается как-то. Запись. Хорошо. Хорошо. Я даю команду. На счетре этот сосуд безболезненно выходит, рассинхронизируется с ее биополем. Один, два, три. И отправляется в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Подним камни. И силами его на меренете камни выходят из-под ног. Все до одного. Зависает в воздухе. И отправляется в клетку-тюрьму, в отдельную. Она говорит, они меня сдавили. Разберемся. Всех найдем. Всех накажем. Лариса, не беспокойтесь. Визуально пока ничего не видно. Кроме камней этого. У нее на руках и на ногах. Как такие короткие. Как лыжи. Только широкие. Ничего себе. А он говорит, чтобы передвигаться. На лыжах. Я даю команду, значит, три с руки с ног. Эти лыжи выходят, отключаются. Рассинхронизируются, выходят, зависают в воздухе. Она говорит, он мне сказал, что это невозможно сделать. Кто это сказал? Тот, кто это сделал со мной. Это он сказал. А, хорошо. Я даю команду, значит, три. От лыж, камней и сосуда выстраиваются. Каналы к ответственным. Один, два, три. И силой моего намерения я притягиваю всех ответственных, связанных с сосудом, камнями, лыжами. В эту клетку-тюрьму, где бы они ни находились. Да, будет так, а так и есть. Это я еще равно агрессивный. Отлично, восстанавливаем 30 миллионов герц вокруг него. Один, два, три. Его клетки. Он убежит. И даю ему мощнейший удар на чистоте ящера. Влад, дай ему мощнейший удар, чтобы он лег на пол. Удар. Защиту сожги. Он ругает тебя. Он меня ругает? Влад, дай ему удар посильнее. Он говорит, что ты получишь свое. Последний, кто такое говорил, оказался в галактическом ядре. Перед клеткой ящера открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Ты готов уходить? Он говорит, кто ты такой. Я, ангел смерти, я пришел за тобой. Ты слишком много плохого сделал во вселенной. И пришла пора платить по своим делам. Ты готов уходить, ящер? Я тебя спрашиваю. Владимир, что я из цивилизации ящера. Да мне по барабану. Какое право ты имеешь? Отлично. Закрываю. Закрываю портал в галактическое ядро. Один, два, три. И включая печать семи архангелов, даю мощнейший удар на его чистоте. Пошел свет. Он бежит. Она его обжигает. Он говорит, убери эту дрянь. Если дрянь, усиливай свет. Он говорит, да кто ты такой, мелкий человечешка. Убираю этот свет. Один, два, три. И в моих руках появляется шар энергии атмана. Один, два, три. Ящер, я тебе сейчас это в глотку засуну. Если ты еще один раз что-то скажешь в моей комнате диагноз. Без того, когда я тебя спрашиваю. Тебе это понятно? Сейчас же выпусти меня сюда. Считай цифры над головой ящера, Вера. 626. И такой наглый. Слышишь, ящер? У меня здесь командиры пирамид твоих стояли. И молили о пощаде. И пирамиды, и ящеры ушли. В нирвану, в никуда. И вы их никогда не увидите. И это же тебя ожидает. Ты сегодня получишь свой урок жизни. Ты не знаешь, куда ты попал. Ты считаешь нас жалкими людишками. А я тебя считаю жалким ящеркой. Ты для меня никто. Паразит. Да что здесь происходит? Ты должен выпустить меня сейчас. Я вообще тебе ничего не должен. Я вообще тебе ничего не должен. Я единственное, что сейчас у меня огромное желание. Открыть над твоей клеткой поток любви абсолюта. И превратить тебя в горстку пепла. И я уже стою вот-вот-вот чуть-чуть перед этим решением. Давай торговаться. Что тебе надо? Я не буду с тобой торговаться. Ты мне ничего предложить не можешь. Знания я могу тебе дать. Ой, ты мне. Посмотри на меня. Какие знания у меня не хватает. Я их абсолютно напрямую получаю. Вы сейчас что-то ищете. Я могу дать тебе больше. Я уже нашел все, что я искал. И ты видишь результаты моего поиска. Это моя работа. Все я сейчас. Хорошо, что ты хочешь. Ничего я от тебя не хочу. Ты будешь сегодня нести ответственность за все свои деяния. И это буду устанавливать не я. Вот в этом тебе повезло. Я тебе передам ту организацию, которая займется тобой более детально и более плотно. Объяснив, что ты паразитарная сущность. Не имеешь права входить в человека. Устанавливать в него сосуд, камни. Одевать ему лыжи и всякую. И все остальное делать. Я тебе сегодня. Наши рабы. Повтори, что ты сказал. И мы можем делать все, что вы хотите. Отлично. Что мы хотим с вами. Серьезно. Уменьшай ящера в два раза. Один, два, три. Да, будет так. И так и есть. Повтори, что ты сказал. Это беспредел, который ты причиняешь с моим телом. Сейчас же верни меня. Сейчас все просто. Мое обычное состояние. Нет, нет, нет. Иначе ты будешь наказан. Кем? Тобой? Реально ящер. Я выберусь отсюда. Ты не выберешься. Отсюда ты уже никуда не выберешься. Ты уйдешь в межгалактическую полицию. Откуда ты знаешь про нее? Потому что я в ней работаю. Давай договариваемся. С межгалактической полицией? Будешь сам договариваться. Хорошо. Я должен уйти. Никуда ты не уйдешь. Насыпаю чистоту. И закрываю ящеру рот. Один, два, три. Отвечает только тогда, когда я его спрашиваю. Все. Надоел. Я даю команду тонкой копии Ларисы спроецировать все энергетические... Подожди, Вера. У нас еще кто-то есть? Мы еще даже не этот вот скэнер не проводили, да? Нет. Сколько времени у меня заняло? И я даю команду тонкой копии Ларисы встать в скэнер. И на счет три скэнер начинает сканировать пространство над головой Ларисы, под ногами. 360 градусов вокруг нее. Это ее заложником. Один, два, три. Скэнер сканирует все семь тонких тел Ларисы. Находит все. Она его боится. Кто? Лариса, не надо его бояться. И вам уже его не надо бояться. Он уже в клетке. Он уже никуда не уйдет. Даже в свой мир не уйдет. Она плачет и говорит, что я не хочу, чтобы он возвращался. Вы хозяйка своего биополя. Как вы решите, так и сделаете. Если вы скажете, что вы хотите его уничтожить, это будет ваше решение. Если вы считаете, что надо с ним поступить по-другому, отдать ее в руки правосудия, как я это предлагаю, так это будет лучший вариант, на мой взгляд. Я согласна только, чтобы он не вернулся. Он уже никогда не вернется. Не беспокойтесь. Если вернется, так только по кускам. Ждем окончания скэна. Вы наши рабы. Ты посмотри на этого клоуна. Я такого еще не видел. У нее бес, синий дракон и арахноид. Бес, синий дракон и арахноид. Считай цифры у беса. Семерка. Семерка с чем-то. Между 7 и 8. Ну, ты посмотри, какой. Значит, на восьмерку уже потянул почти. Синий дракон. Цифры над головой. 1074. 1074 и арахноид. Арахноид. Хорошо. Кто из вас присутствует еще в квартире? Никого? Бес присутствует. Бес присутствует. Арахноид присутствует. Арахноид. Дракон присутствует? Нет. Хорошо. Я почему спрашиваю. Мы сегодня будем сразу после этого переходить к чистке ее квартиры. Поэтому мы с вами еще сегодня второй раз будем встречаться. Бес, скажи мне, как долго ты находишься в этом биополе? 4 года. 4 года. На что ты зашел? По карте ситуацию? Крик. Отлично. Хорошо, Лариса. Крик. Спор. А какой спор? Ты же не на каждый спор заходишь. Ты заходишь только на спор, который, когда человек хочет, чтобы мнение было последним. Когда надо доказать любой ценой, такой спор был или просто спор, или желание спор, спорить. Там во всем есть свои нюансы. Первая. Первая. Хорошо. Хорошо. Понятно. Скажи-ка мне, Бес, еще один вопрос. Есть ли лярвы в биополе? Лариса. Он говорит, она должна, она все знает. Что именно? Так должно и быть. И мне это нравится. А спорит, чтобы делали так, как она хочет. То, что тебе нравится, это понятно. То, что это твоя чистота, мне тоже понятно. Ты спросил, я ответил. Хорошо. Теперь ответь мне на вопрос, есть ли лярва в ее биополе? Да. На горле и торчит. На горле. Из-за чего? Криков, споров? Я тоже. Плюс еще шею вытягивала без конца. А почему? Боялась совсем камнями обложит ее этот ящер. Сегодня ящера мы обложим сами камнями, поэтому здесь все понятно. Хорошо, Бес, ты хотел меня попросить забрать после чистки эти лярвы? Да. Хорошо, я тебе отдам эти лярвы. Когда твоя очередь придет, ты вытащишь все из биополя. И тогда я тебе дам отдельную команду забрать эти лярвы. После этого я тебя отпущу в квартиру. Ты заберешь там все, что ты оставил. И после этого вместе с арахноидом я тебе еще отдам весь негатив, находящийся в ее квартире. Сможешь унести все? Все заберу. Сил хватит? Хватит, хватит. Ну ладно, хорошо. Значит, так и договорились. Хорошо. Так, у нас реверс закончился, Вера? Или мы еще не начинали даже его? Не начинали? Не начинали. Поехали. И я даю команду тонкой копии Ларисы спроектировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогенные низковибрационные энергии в ее биополе. Один, два, три. Выстраиваются каналы из сущности. Каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ, пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Ларисе. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. И дополнительно выстраивая канал к лыжам, камням и к этому сосуду и реверсам, отчуждая полностью всю чужеродную энергию по каналам. Назад. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Энергии идут. И у нее руки и ноги. Да. Вот где кисти, они, руки, как в двух местах были проткнуты и вот эти, ну как дощечки, лыжи были привязаны к рукам и к ногам. Он как сидел на ней сверху, он долго сидел, камешник за камешком обкладывал, манипулировал. Манипулировал еще, считай информацию, как долго он находился в биополе, пошла информация. Тринадцать лет. Тринадцать лет, хорошо. Ну все, теперь отсидишь 130 лет в человеческих годах. Синий дракон, как долго ты находился в биополе, Ларисы? Пять. Пять лет. Покажи мне ситуацию, под каким обманом ты вошел в ее биополе, кем ты ей предстал во сне, когда ты входил? Сказал, что освобожу. От кого? От куманой, от ящера? От ящера. А почему ты не можешь освободить ее? Тебе интереснее обмануть ее? Он слишком много места занимает. Ну а что ж ты не освободил? За пять лет. Ты слабее этого ящера? Вроде уровень у тебя высокий, не пойму. Слишком много его. Она вложила пространство вокруг нее. А, ты не мог справиться с этими камнями? Манипулировал. И ее страх мешал. А ревер закончился. А ты что забирал у нее, дракон? К чему ты был подключен? Третий класс. Какие картинки ты ей показывал? Настраивал на лучшее. А лучшее так и не пришло, да? Эх вы темный цивилизация. То, что происходит сегодня для нее лучшее. Это верно. Потому что она сюда попала. А если бы она не попала сюда, чтобы тогда было, этот бы ящер ее уничтожил через пару лет. Стала бы каменная. Она бы стала каменная. Хорошо. Сегодня ящер будет каменный. И арахноид. Как долго ты находился в этом биополе? Два последних года. Два последних года. Ты вошел через портал в квартире, да? Да. Я вижу, у тебя там наследство, по-моему, еще есть, да? Да. И паутины много. Хорошо. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Лариса забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Лариса себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. И выстраивает каналы к лыжам, камням и этому сосуду. И на счет три реверсом забирая вид, на счет три возвращается мощным потоком назад к ней. Один, два, три. Пошла энергия, да будет атака так и есть. Зеленый стержень идет. Изумрудная энергия возвращается. Мы знаем, откуда идут изумрудные энергии. И шансы ящера еще хуже стали. Лариса успокоилась. Но силу почувствовала внутри. Конечно, это ее стержень. Реверс окончился. Давай начнем с Арахноида, Арахноид. Выходи, вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе. Всю паутину, если жидкость все откачивай, чтобы никаких следов не было. Докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проводиться двумя миллионами герц. Поэтому я сразу предупреждаю, если кто-то что-то забудет, он просто сгорит по каналу. Я это никому не желаю. Приступай. Он снимает иголки с головы и с плеч. Хорошо, Арахноид. Как эти иголки на голове и на плечах воздействовали на ее физическое состояние и самочувствие? Раздражали они ее. Головные боли были? Мигрени были? Сильные головные боли? Сплески эмоций были. Сплески эмоций. Понятно. Все достал. Хорошо. Синий дракон, я прошу тебя сейчас выйти, вытащить все свои платы, отключить их и вернуться в клетку. Приступай. Готово. Хорошо, Бес, твоя очередь, выходи, снимай все, что ты оставил, рассказывай, как оно на нее воздействовало. Приступай. В ногах у него качели. В ногах качельки, понятно. Хорошо. Сапоги есть? Перчатки? Нет. Куда бы я их установил? Ну да, в принципе, конечно, этот же занял все место. И так трудно было. Да, это верно. Я лишь на эмоциях срабатывала. Я понимаю. Арыша, ты все равно уйдешь довольный, мне беспокоиться. А чего у тебя уровень семь с половиной? Ты что, уже на восьмой хочешь перейти? На восьмигерцовом стать? Да, двигаюсь. Ну, двигаюсь. А скажи мне, а ты первородный или ты был когда-то человеком? В своем демоническом мире. Первородный я. Первородный. Школу заканчивал тоже? Бесовскую? Учился всему? Практика – это моя школа. Это верно. Практика лучше. Учителя были. Да. На чем ты специализируешься? На чем твоя основная такая специализация? Эмоции люблю. Эмоции, понятно. Потому что другие я встречался, они любят. Третьи любят алкоголь. Третьи любят скандалы. Ну, эмоции – это и есть скандалы, в принципе, да. Ну, и другие, конечно, пороки человека. Хорошо. Хорошо, Бес. Я разрешаю тебе забрать все лярвы. Ничего не забывай. Приступай. И возвращайся потом в клетку. Они на пояснице и на горле лярвы. Хорошо. Снимаем все лярвы с горла и с поясницы. Готово. Отлично. Хорошо. Хорошо. Так. Все-все убрали. Значит, ящер еще остался. Я даю команду. Если что-то еще осталось, в биополе Ларисы на чистоте ящера или его подключек на счет 3, включая внутренний белый свет. Один, два, три. Ларисе. И на счет 3 Лариса начинает выдавливать все его подключки, все его энергии. Если яд есть, яд выходит. Все чужеродное, находящееся на чистоте ящера и его подключек, выходит и формируется перед ней в шар. Да, будет так, а так и есть. Прозрачный фантом. Отлично. Все выходит. Вышло? Да. Открывая под ним портал в галактическое ядро, этот шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. И на счет 3 даю команду на рассинхронизацию Ларисы. До числого значения 100%. Она кашляет, говорит, я так устала от него. Всегда думала, что я какую-то тяжесть несу. Оказывается, это не мое. Нет, это не ваше. Это паразит, который зашел в ваше биополе. Это агрессивный паразит. Он сегодня будет наказан как здесь, так и дальше. Закончилась рассинхронизация. Отлично, я даю скэнеру команду на контрольную проверку. Один, два, три. Скэнер работает, выпаривает остаточные негативные энергии, которые могли остаться от интерферентов, уничтожает их на месте. Если что-то крупное, загорается маячки. Пошел процесс. От лыж и камней и сосудов вернулась что-то, Вера? Зеленая энергия. Зеленая энергия, понятно, хорошо. Это он жизненной же энергией воровал. От них информация идет. Слово «обуздал». Он обуздал ее, да? Энергию жизненную. Понятно, хорошо. Он манипулировал ее. Сегодня мы будем манипулировать им. И обуздаем его энергией. Готово, оно чистое. Отлично, хорошо. Все прошли проверку. Бес арахнует. Я сейчас вам открою портал. Вы уйдете в квартиру и будете меня там дожидаться. Бес, как договорились. Все понятно? Понятно. Открывается сейчас портал против часовой стрелки в квартиру. Ларисы. Один, два, три. И бес с арахноидом уходит в квартиру и дожидается нас. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Синий дракон. Я хочу получить от тебя слово синего дракона, что ты больше никогда в это биополе не придешь. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. Синий дракон забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо. У нас там лыжи остались, камни и сосуд, да? И ящер. И ящер. И насчет три лыжи одеваются ему на руки в те же места, точно так же, как он их установил. Один, два, три. Да будет так, а так и есть. Кто? И обкладываем его всеми этими камнями, которые он обложил, на те же места. Один, два, три. Да будет так, а так и есть. Они придавили его. И помещая его в сосуд. Один, два, три. Точно так, как она стояла, головой наверх. Гручита. Может говорить. И включая эту всю конструкцию на полную мощность. Один, два, три. Пошел откат боли, которую ты дал, выстраивает Ларисе канал. И возвращая всю боль ящеру, которую она получила от него. На счет три мощнейший поток. Возврат. Откат. Один, два, три. Пошла энергия. Пошла боль назад. Прочувствую на себе это. Ей нравится. Лариса, я имею в виду. Что нравится? Процедура? Что происходит. Она говорит, не могу поверить, что я столько лет была в таком состоянии. Да, Лариса, вы имеете полное право. Вы сейчас можете даже его уничтожить. Он это не понимает. Но мы не будем его уничтожать, потому что мы не такие, как они. Откат идет, Вера? Ну, его трясет в этой колбе. Хорошо. До ста процентов всю боль возвращая назад. Автоматически заканчивается, пока боль, сколько он ей причинил, не вернется к нему. Да, будет так, а так и есть. Он у нее спокойствие забрал. Отлично. Получит без спокойствия назад. Он говорит, хватит. Что значит хватит? Сто процентов назад. Как ты ей дал, ты сто процентов получаешь. Закон, я же не говорю, двести. Я сказал сто. Все, что ты причинил, ты получишь назад. Справедливость должна восторжествовать. Хоть в твоем мире это непонятно, но так оно и есть. Он говорит, что мне понятно, это может отравить и убить меня. А ее это не могло убить 13 лет подряд. Ты с нее высасывал энергию и делал из нее коллегу. Пока она не сама не скажет стоп, мы не остановимся. Лариса, когда всю свою боль отдадите полностью, чтобы он вам причинил все свои страдания, тогда остановится этот поток, скажите стоп. Он говорит, что можно остановить. Хорошо. Стоп. Я чувствую себя сильнее. Сильнее его. Это верно. Он жалок. Он жалок, но он считает нас жалкими людишками. Он сегодня получит еще свой урок. Хорошо. Возвращаем его первозданные размеры. 1, 2, 3 остается присутствовать во всех этих колбах, камнях и так далее. Хорошо. Я делаю запрос и прошу Ли со мной выйти на связь. Ли, я тебя приветствую. У нас какой-то очень агрессивный ящер сюда попался, 626-й. Сидел 13 лет, обложил тяжелыми камнями человека, прибил лыжи к рукам и поместил человека в сосуд. Доставляя ей очень огромные боли. Он в розыске. Он в розыске. Отлично. Он пытался со мной договориться. Я ему сказал, что я передам его межгалактическую полицию. Его это очень обеспокоило. Откуда я об этом знаю? Может быть мне получить какой-то значок такой, чтобы они видели, что я с вами сотрудничаю? Я шучу. Забирай его, пожалуйста. Сила. Сила в тебе, это и твой значок. Благодарю тебя. Они все прекрасно видят. Они все видят. Скажи мне, пожалуйста, что ожидает без деталей таких особей, которые находятся в розыске? Это значит, какой-то человек, это он, значит, повторно что-то сделал, да, уже? Или какое-то преступление? Он, да. Хорошо. Первое. Будут установлены все жертвы, страдавшие от него. Потом на основании ущерба, причиненным душам. Будет установлена мера наказания. Можно и так сказать. Отлично. Очень хорошо, что эта система работает. Он пока останется в таком виде. Я вот это хотел спросить. Снять с него или оставить? Пока останется. Хорошо. Пусть ходит на лыжах. Хороший урок для него. Я надеюсь. Можете продолжать работать. Благодарю тебя, Али. Хорошо. Поехали дальше. Хорошо. Мы закончили с вашей чисткой, Лариса. У нас еще остались 10 вопросов к вашему куратору. И я делаю запрос в энергоинформационном поле. И приглашаю прийти к нам в комнату диагностики. Куратор или учителя Ларисы. А подожди, она говорит, это что-то такое новое. Мне нужно будет время осознать и прочувствовать. Теперь, когда вы чистые, у вас будет это время. Вам никто не будет уже мешать осознавать себя. Здесь женщины. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит в первозданном виде. Согласно своему эфирному коду ДНК, мы приветствуем куратора или учителя Ларисы. Представьтесь, пожалуйста, как нам обращаться к вам. Амагея. Амагея. Вы куратор Амагея? А я собрала все звуки, которые мне нужны в этом имени. Я куратор. Приветствую всех. Приветствуем вас. Меня зовут Влад. Рядом со мной стоит Вера и ваша подопечная Лариса. Мы сегодня проводили ее чистку по ее собственному желанию. Убрали все, что ей так долго мешало. Все ушли. И одного даже в межгалактическую полицию отправили. Насмеется. Да, агрессивно. По ее собственному желанию. По ее собственному желанию. Кстати, я так и не понял, как он вошел в ее биополе. Наверняка вы... Она где-то открыла сама дверь, да? Я столько лет искала правильный путь избавить ее от этой сущей. Уважаемая Амагея, у нас остались 10 вопросов вашей подопечной Ларисы. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Постараюсь. Я лишь хочу сказать, что выход нашелся лишь после того, как Лариса стала готова слышать. До этого все мои шаги были бесполезны. Значит, какой-то прогресс все-таки есть, раз вы достучались до нее, и она стоит здесь. Очень рады, что у вас получилось, уважаемая Амагея. Вы позволите начинать с первого вопроса? Позволю. Итак, кто я и откуда пришла на Землю? Ты дышал рано. Уран. Понятно, откуда шла эта изумрудная зеленая энергия. Мы сразу поняли. Он, кстати, очень много этот ящер у нее этой энергии забрал. С этим вопросом благодарю вас. Все понятно. Второй вопрос. На каком уровне находится мое высшее Я? Подожди. Пожалуйста. Я добавлю. Прошу вас. Она теряет свою энергию с любопытством. Она доверяется и дарит свою энергию. Это неправильно. Ее энергия – это ее капитал, который у нее есть. Это ее защита. Должен быть интерес и разумная проверка. Это не только в Австралии. Я говорю про физический план. Про физический план. Понятно. Значит, она должна с людьми научиться. без конфликта для себя и без потери своей энергии как-то агировать, работать. Хорошо. Ее второй вопрос. На каком уровне ее высшее Я находится? На 11. 11 уровень. Я благодарю вас. Третий вопрос. Она спрашивает. Моя миссия в этом воплощении? Вопросительный знак. Все зависит от тебя. На сегодняшний день твоя миссия – найти баланс внутри себя. Я покажу, как это выглядит. Если вы представите стержень, я говорю про баланс посередине. Точка, которая посередине стержня. На сегодняшний день ты прыгаешь вверх и вниз. Твои эмоции зашкаливают от депрессии до крика. Твоя задача – найти баланс внутри себя, найти эту точку. Эмоции должны быть, но они должны быть разумные. С поднятием вверх, с опусканием вниз, с контролем эмоций. И чем больше ты будешь находить в себе это умиротворение и расширять свой баланс, тем выше и ниже ты пойдешь по своему стержню и сможешь контролировать, укреплять его и не заражать негативными эмоциями и всплесками настроений. Это важно. Научившись это, ты перейдешь к следующему шагу. Это основа. Это основа знаний для тебя в данный момент. Я закончила. Я благодарю вас, Амагея. Очень развернутый ответ. И здесь, безусловно, все понятно. Эти эмоции, кстати, и есть та причина, почему нас так любят интерференты. Именно это умиротворение состояния, если у нее получится пронести в течение дня или даже своей жизни, то она будет самым счастливым человеком, я полагаю. Это будет начало. Это будет начало. Счастливая жизнь. Благодарю вас, Амагея. Я могу продолжать дальше? Продолжай. Четвертый вопрос. Почему напряженные отношения с младшей дочкой Алиной? Как их наладить? Начать с себя. Научиться слушать. И молчать. Показывать своим примером. Развиваться. Заинтересовать этим ребенком. Ваши энергии идут в разрез. И это вошло в привычку. Я уже показывала твой стержень. И если ты будешь прыгать сверху вниз в эмоциях, этот разрез так и останется. Но если ты будешь балансировать от точки отсчета выше и ниже, то это будет обтекаемая гармоничная энергия. А ребенок удивится, что он не видит резкости и поменяет свои отношения со временем, увидев изменения в тебе. И здесь нет соревнования. Здесь есть две души. Причем на физическом плане. Ты считаешь себя старше. А значит умней. А значит так и поступай. Промолчи где нужно. Ты не соревнуешься. Кто важней и старше. Иногда, чтобы уступать, нужно больше понимания и осознания. Начни с себя. Я перехожу с Вашего позволения к следующему вопросу. Ее интересует в пятом вопросе. Сколько было у нее воплощений на Земле? Семь воплощений. Воплощений. Следующий вопрос. Седьмой. Шестой. Какое самое яркое воплощение было? Ее интересует год, ее имя и в какой стране она жила? Если вы можете в архиве посмотреть. Опять любопытство. Леми. Женская. Африка. 1023 год. 1023 год. А в какой стране это было? На какой территории? Интересно. И чем она там занималась, если вы позволите? Страны не были обозначены. Понятно. Кем она была? Воином. Благодарю Вас за эту информацию. 1023 год. Племя женское в Африке была воином. Вопрос отвечен. Я бы хотела быть полезной в этой жизни. Спрашивайте. Седьмой. Сколько процентов темной энергии я набрала? Между 23 и 24 процента. Понятно. Благодарю Вас. Восьмой вопрос. Что нужно развивать в себе? У меня чувство, что что-то надо сделать, а я не знаю что. Я уже ответила на этот вопрос. Вы ответили. Найти баланс внутри себя и сделать гибкой свои энергии без скачков. Это главное, что нужно развивать в себе на сегодняшний день. Благодарю Вас, Амагия. Девятый вопрос. Я думаю, Вам понравится. Как научиться слышать и понимать своего куратора? В тишине. Думать про свой внутренний стержень. Это энергии урана, а не изумрудным цветом. Хотя ты можешь представить любой оттенок зеленого. Пропускай свой вопрос по этому стержню. Призывай меня. Первый ответ, который придет, ты его услышишь. Продолжай. Последний вопрос. Десятый. Встречусь ли я в этой жизни со своей родственной душой? В скобках «любимый мужчина». Встретишься, если будешь тренировать свою душу. Я скажу проще. Пожалуйста. Прочитай вопрос еще раз. Встречусь ли я в этой жизни со своей родственной душой, с любимым мужчиной? Чтобы встретиться с родственной душой, нужно тренировать душу. Ты не готова на сегодняшний день к этой встрече. Поэтому только тренируя душу, ты встретишься с родственной душой. Уважаемая Амагия, мы закончили с вопросами. Если у вас есть желание активировать родные энергии Урана и пропустить их по кругу, или добавить от себя что-то лично Ларисе, это был бы самый лучший момент. Дай мне твои ладони. Энергия Урана – это спираль внутри тебя. Я даю одновременно баланс и стержень, про которые я говорила. Помни об этом, когда твои эмоции всплескивают и опускаются вниз. Представляй этот стержень, наполняй его энергией, не оставляй пробелы. Это поможет сбалансировать твой стержень, твои эмоции. Готово. Скажите, уважаемая Амагия, может быть, вы дадите ей один совет, если у нее вдруг какие-то боли возникают. Как она может этим стержнем убирать себе боли? Рассекается энергия по всему телу, и стержня выходит, как кровь по рукам и ногам. Заводи эту энергию в больное место и побыть в тишине. Замечательный совет. Это так важно, знать такие вещи. Я просто направляющий вопрос ответил, потому что мы встречались с представителем Урана и знаем о их проблематике с гармонизацией на Земле. Некоторые проблемы у них с этими чувствами возникают. Мы в курсе этих проблем, поэтому я благодарю вас от нас лично. И от имени Ларисы за вашу помощь, которую вы оказали сегодня нам. Именно поэтому представители Урана в этой комнате. Мы знаем, мы этому очень рады. Уважаемая Амагия, у нас существует, возможно, вы уже знаете, в этой комнате диагностики очень добрая традиция каждому куратору, каждому учителю, который приходит. Мы всегда делаем подарок на добрые воспоминания. И этим подарком является единственный чистый экологический продукт, который у нас остался на Земле, это ягоды. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, самыми спелыми ягодами, которые только есть на Земле. И мы спрашиваем разрешение Амагии передать ей этот скромный подарок в знак благодарности за сегодняшнюю встречу. Будет ли она так любезна его принять? Этот подарок приятен. Ну, очень приятно, что мы смогли вам доставить радость. Не подумайте, что у меня холодные эмоции. Ни в коем мере. Мы уравновешиваем наши эмоции и балансируем внутри. И я лишь благодарю вас за этот подарок и встречу. И я благодарю вас. Благодарю вас. Я уверен, это не последняя встреча. Если она захочет или дорастет до следующих вопросов, или хотя бы захочет встретиться со своим высшим я, мы обязательно пригласим вас, уважаемая Амагия, и спросим вашего разрешения, не заизволите ли вы нас сопроводить на этот уровень. Но это все будущая песня. Самое главное, что сегодня она чистая. Вы достучались до нее. Эта встреча, эта чистка состоялась. Вопросы отвечены. Сейчас ее ход. Сейчас она должна показать, так сказать, какой-то прогресс в своей жизни. И тем самым подтвердить, что она все поняла. Да, будет так. А так и есть. Я благодарю вас, уважаемая Амагия. Искреннюю благодарность. Передаем привет от нас, Урану. Наилучшие пожелания. Ваш привет принят. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Отлично. Лариса, как вы себя чувствуете? Я немножко в шоке. Хорошо, я надеюсь, это приятный шок. Я даже боюсь дышать. Я чувствую... Энергии эти, да? Я чувствую этот держень внутри с каждым вдохом. Отлично. Если вы его чувствуете, значит, вы научитесь им пользоваться. Это ваш родной стержень. Родные энергии вашей планеты. А это самая сильная энергия, которая вас сопровождает. Вы можете ей защищаться. Вы можете ей лечить. Вы можете через нее устанавливать контакт к своему куратору. Все самое плохое позади. Сделайте выводы. Прослушайте несколько раз, как проходил этот сеанс, чтобы его понять. И обязательно заправляйтесь каждый день энергиями. Поднимайте себе вибрации до определенного уровня, который мы вам указали. И синхронизируйте это все. Это все вам поможет. Это каждое утро делается, как зубы чистить. И у вас целый день будет и защита, и хорошее настроение. Будем возвращать вас назад сейчас в ваш биоробот для усвоения энергии вибраций. И сразу переходим к вашей квартире.